Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. В Чердоклинском районе построят логистический комплекс для легковых шив в Теренгульском птицефабрику. В Ульяновске обсудят судьбу бумажной литературы. Детям-сиротам показали внутреннюю жизнь ульяновского аэропорта. Здоровые города, районы и поселки. В регионе прошла первая конференция муниципальных образований, где обсудили охрану общественного здоровья. Глава региона осмотрел площадку под строительство будущего логистического центра компании Bridgestone, а затем провел совет по инвестициям Ульяновской области. Подробности у Натальи Чумаченко. В рамках рабочей поездки губернатор Сергей Морозов посетил компанию Bridgestone, где встретился с генеральным директором завода Джеффри Гловером. Делегация осмотрела будущую площадку под новый проект компании «Логистический комплекс для легковых шин». Мы оказались в такой ситуации, когда мы производим шины здесь. Отправляем их в Москву, чтобы потом из Москвы они опять попали дилерам здесь, в Ульяновске. Ну и с точки зрения бизнеса, да, это довольно сумасшедше. Корпорация Bridgestone – крупнейший в мире производитель шин и резинотехнических изделий. В конце августа 2019 года предприятие в Ульяновске начало экспорт продукции – поставки на европейский рынок зимних шин. Возникла необходимость в логистическом центре. Начать реализацию проекта компании планируют в первой половине 2020 года. Общая площадь комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций – 15 миллионов евро. Что касается проекта регионального логистического комплекса Bridgestone, для нас это знаковое событие, потому что вообще компания Bridgestone для нашего региона – это такой очень знаковый партнер, якорный для нас инвестор. Это будет логистический комплекс с общим объемом инвестиций – 15 миллионов евро. Это более миллиарда рублей. После осмотра Сергей Морозов провел заседание Совета по инвестициям Ульяновской области. В первую очередь глава региона отметил, что растут налоговые поступления в бюджет региона от крупных иностранных компаний. Подписал соответствующее предложение об изменении областного бюджета. Мы дополнительно в расходную часть бюджета добавляем более полутора миллиардов рублей. Я хочу поблагодарить еще раз не только Джеклин, а его лучшие все компании, которые поверили в Ульяновской области, которые пришли сюда и которые бы сразу помогали нам дополнительно изыскивать финансовые средства. По словам участников совещания, пристальное внимание уделяется развитию сельских территорий и привлечению на них новых инвесторов. Так, в Серенгульском районе в ближайшее время планируется создать современный производственный комплекс для промышленного выращивания птицы. По разработанному проекту производственная мощность предприятия составит 70 миллионов инкубационных яиц в год, а объем инвестиций – почти 7 миллиардов рублей. Я думаю, что данный проект принесет в Серенгульский район не только налоговое отчисление бюджета, но и создание будет 280 рабочих мест со средней заработной платы 30 тысяч рублей. Главными двигателями экономического развития остаются индустриальные парки. Только на Заволжской промзоне реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций – 47 миллиардов рублей. По завершении реализации проекта будет создано около 5000 новых рабочих мест. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправ.ДТВ. В Ульяновской области прошла первая конференция муниципальных образований членов Ассоциации «Здоровые города. Районы и поселки». В ходе встречи представители профильного ведомства, администрации районов, главные врачи госучреждений, обсудили вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий в сфере охраны общественного здоровья. «Здоровый работник – счастливый работник». Такого негласного девиза придерживаются создатели проекта «Здоровое предприятие», который входит в национальный проект здравоохранения. Об охране здоровья на промышленных площадках региона поговорили на первой региональной конференции для муниципальных образований здоровья города, района и поселки. «Главная сейчас цель и задача – это помочь профилактическим мерам в оздоровлении, в охране здоровья тех, кто работает на производствах, на предприятиях». Программа начала реализовываться три года назад. За это время к ней присоединилось 540 предприятий. Сотрудники могут пройти ежегодное бесплатное обследование и оздоравливающие процедуры в областном центре профпатологии. Тем более, что само учреждение отремонтировано и соответствует всем современным требованиям оказания медицинских услуг. «Для здоровья наших работников, я думаю, что это очень важно, чтобы оздоровились, и здоровый человек – это счастливый человек». На конференции, которая прошла на базе Стромаинского лесничества, обсудили внедрение корпоративных программ по охране здоровья. В планах создать в каждом районе области межведомственные координационные советы. «Очень важно, чтобы туда, безусловно, входили медицинские работники, которые могут давать советы, направлять, рекомендации давать. И, безусловно, туда должны входить и работники администрации, и представители физической культуры и спорта, и культуры, и образования. Потому что все вопросы профилактики, все вопросы предупреждения заболеваний, они, конечно, наши общие». По поручению губернатора, к 2021 году в Ульяновской области на базе областного центра профпатологии будет создан региональный центр общественного здоровья, на ремонт и оснащение которого уже в 2019 году выделено более 10 миллионов рублей. Анна Тищенко, Новости Управда ТВ. Вот уже несколько лет компания «Газпромнефть Аэро» реализует программу «Родные города». Заключается она в профориентации детей из разных городов России и Киргизии. И в первую очередь касается отрасли авиации. Подробнее о программе расскажет наш корреспондент. В 2019 году в эту программу попал и Ульяновск, где к его реализации присоединился фонд «Дари добро» и помог организовать экскурсию для ульянских детей в аэропорт имени Николая Карамзина «Ульянск-Братаевка». Мы сегодня пригласили ребят из детского дома «Соловьяная роща». С этим детским домом мы работаем уже очень давно. И в целом ребята, многие ребята, которые там учатся, они уже после 11 класса поступают в авиационное училище, которое у нас есть. Тоже показывают хорошие успехи. Кто-то становится диспетчером, кто-то становится пилотом. Но в целом для ребят это тоже хорошая мотивация. И так как они знают про своих старших, так сказать, товарищей, которые приходят на выпускные, рассказывают о своей профессии. Им очень интересно сегодня это посмотреть. Кроме детей-сирот, участниками экскурсии стали и пятеро учеников медиашколы издательского дома «Ульянская правда». Осмотр аэропорта начался с зала ожидания, который привычен для многих из нас, но для детей был в диковинку. Даже такой процесс, как отправка на багажную ленту, вызывал удивление. Но куда более интересным было заглянуть детям в закрытые для рядового пассажира места. Например, в багажное отделение, где все сумки просматривают с помощью эндроскопа на предмет чего-либо запрещенного. Если я вижу что-то запрещенное в багаже, я нажимаю красную кнопку, то есть чемодан уже уезжает в ту сторону, и я связываюсь по рации с пассажиром, пассажир ко мне приходит, и можно с ним беседовать. Показали детям и то, как проходит досмотр ручной клади со стороны сотрудников аэропорта. А настоящий восторг вызвал чемоданчик запретов, в котором лежали скотч, бутылка с жидкостью, наручники и даже боеприпасы. Все то, что в ручной клади проводить нельзя. На перроне аэропорта детей ждал заправщик самолетов, водителю которого пришлось отвечать на самые разные вопросы от детей. Как заправляют самолеты? Чем? Сколько нужно каждому самолету керосина для полета? Где же дети узнали, что означают те или иные линии на взлетно-посадочной полосе? Данная экскурсия очень полезна для детей, как в рамках профориентации, то есть очень многие, посмотрев жизнь аэропорта изнутри, принимают в дальнейшем решение пойти учиться в авиационный вуз и работать в авиации. Также это интересно для детей и как для пассажиров будущих. То есть они будут знать, что нужно делать в аэропорту, как себя вести, что можно перевозить в багаже, что можно перевозить в ручной кладе. После экскурсии дети смогли попробовать обеды, которые получают пассажиры в самолетах. А затем у ребят проверили знания, полученные за предыдущий час, предложив ответить на вопросы об истории авиации и службах аэропорта. За каждый ответ умники получали памятные подарки от компании-организатора. Самым же большим подарком для всех стала вторая часть экскурсии, которая прошла в музее гражданской авиации. А на память у детей остались жилетки, в которых сотрудник аэропорта выходит на взлет на посадочную полосу. Теперь, глядя на них, мальчишки и девчонки будут каждый раз задумываться, не пойти ли им в авиацию. Игорь Улитин, Алексей Шишок, Новости Управа ТВ. Реальные жизни, бытовые проблемы. Какие ответы ищет современный читатель в литературе? В эти дни в Ульяновске обсуждает будущее русской литературы. В регионе начал работу 19-й международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Рината Алюлова с места событий. 157 участников из 11 стран и 40 экспертов в области литературы, издательского дела и массовых коммуникаций. В Ульяновске открылся 19-й международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Тематические встречи, дискуссионные площадки, обучающие семинары начались 15 сентября и продлятся до 21 числа. Масштабное событие для авторов литературных произведений проходит в регионе второй год подряд. Это уже 19-й форум молодых писателей и пройден огромный путь. Я думаю, что любой, кто участвовал в этих мероприятиях, со мной согласится. Перед нами никакие не молодые писатели, никакие не учащиеся писатели, никакие не робкие новички. А это люди со своим взглядом, со своим именем, со своими достижениями. Объединение и поддержка молодых писателей, открытие новых имен, а также сохранение единого культурного пространства. Вот три основных цели, которыми из года в год руководствуются создатели форуми. Накануне в рамках него состоялась первая острая дискуссия. Участники пытались найти ответ на вопрос, в каком направлении молодому поколению писателей двигаться к своему читателю. Меня что порадовало, все ребята выступали, во-первых, как критики, во-вторых, все ребята выступали и с пониманием того, что сегодняшняя литература вообще мало устраивает читателя, да и их самих. И то, что они стали это понимать, это очень глубокая, вообще говоря, мысль и в какой-то степени наша радость. По мнению экспертов, современный русский читатель хочет понять через литературу, что же происходит в мире на самом деле, без прикрас и не в угоду политике. Я в основном пишу о нашей современности и о нашей провинциальной жизни, но больше о том, как человек преодолевает какие-то сложные ситуации. Это своего рода такие духовные рецепты, как выйти из тяжелого жизненного положения, как что-то преодолеть. Еще одной основной темой, которую обсудят на форуме, станет будущее книг в переплете. По прогнозам специалистов, сохранить бумажный вариант в том объеме, который был он, к примеру, 20 или 30 лет назад, вряд ли удастся. Выбирать электронную версию с каждым разом будут все больше. Сегодня, когда проникновение интернета в стране на 75-80%, я думаю, что в Ульяновске где-то уже процентов 80, доставка текстов – это не такая большая проблема. Мы на грани запуска уже национальной электронной библиотеки. По сути, все библиотеки страны смогут получать тексты в электронном виде. Участников в день открытия форума поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Глава региона отметил, что сейчас Ульяновская область претендует на звание книжной столицы мира. А в следующем году у местных писателей появится свой проектный офис. На вас возложена важная, несомненно особая миссия – сохранение и развитие великого русского языка и литературы. Основу национальной идентичности, позвольте мне напомнить слова президента Путина, Мы без преувеличения перед всей цивилизацией несем ответственность за сохранение русской литературы, за ее сбережения, за ее колоссальный гуманистический потенциал. Система мер поддержки талантливых авторов в регионе отлажена давно. В частности, успешно реализуется проект «Литературная филармония». Программа помогает презентовать новые книги, позволяет проводить читательские конференции, персональные выставки и организовывать творческие встречи с ульяновскими писателями и поэтами. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Ульяновская область на несколько дней стала центром спортивной жизни. В течение последних дней в регионе проходил первый всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. В Ульяновск приехало более трех тысяч спортсменов из 20 стран мира. Нашим героем дня стал титулованный российский дзюдоист, призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Дмитрий Носов. Кумир подрастающего поколения дзюдоистов провел увлекательный мастер-класс в Ульяновске, в физкультурно-оздоровительном комплексе на набережной реки Свияги, на котором побывали сотни мальчишек и девчонок. Это философия. Дзюдо переводится как гибкий путь. Вообще спорт в целом это дисциплина. Я очень рад, что спорт дал мне дисциплину. Дзюдо дал мне веру в себя, крепкость духа и умение достигать поставленных целей. Со съемочной группой мировая звезда дзюдо поделился своей личной историей успеха и рассказал о жизни до и после Олимпиады. По словам Дмитрия, в дзюдо не сила решает исход поединка. Здесь нужно иметь острый ум, поскольку японское боевое искусство соединяет в себе самооборону без оружия и философию. Дзюдо – это что? Поддаться, чтобы победить. Потому что когда Дзигара Кана шел по зимнему лесу, он увидел, как некоторые крупные ветки деревьев ломаются по тяжести снега, а маленькие ветви ивы прогибаются, сбрасывают снег и возвращаются на место. Так у нее родилась эта идея дзюдо – поддаться, чтобы победить. Гибкий путь. В 10 лет отец впервые отвел Дмитрия в школу самбо-70, в которой он учился до 1997 года. История успеха началась в 1995 году, когда парень занял второе место на первенстве России по самбо среди юношей. В 1996 году Дмитрий получил вывих бедра и год не участвовал в соревнованиях. Вообще я пришел на самбо. Не могу не сказать про самбо, потому что даже все дзюдоисты называли меня «самбомэн». И моя основа все равно – это самбо. Это наш родной вид спорта, он очень похож на дзюдо. Очень много общего. Есть какие-то небольшие различия в правилах, но, в принципе, база, наверное, одна. То, что самбо вообще – основа самбо взята из дзюдо как раз. Поэтому вообще я пришел на самбо в легендарную школу «самбо-70». Ну, с нашего возраста, с нашего набора как раз начались занятия дзюдо. Мы первые, кто одели кимоно. Я помню, мы как белоснежные лебеди в этом зале. Красных и синих самбовок выделялись сразу. Это было круто. О своей первой победе Дмитрий вспоминает с улыбкой на лице и говорит, что это были неофициальные соревнования. Именно тогда он понял, что свяжет свою судьбу с дзюдо. Самая первая победа была прямо в первый день, когда я пришел на занятия. Группа у начальной подготовки, из которой уже набирали спецклассы. У нас было 200 человек. Это огромная толпа. Многие занимались уже год почти. И вот я такой пришел, красивый, нарядный, в школьной форме. То есть раньше что делали? Брали пиджаки школьные вот эти, легендарные советские, да, вот этот пиджак. Отрезали пуговицы, пояс от маминого халата. И вот так вот. То, что самбовки мы тоже не могли позволить. Это сложно было найти. И вот я в этом школьном завязанном мамином халатом поясом выхожу. Ну и вот из 200 человек по итогам игры, жесткого регби, определялось по 3 человека из каждой команды лучших игроков, которые потом между собой боролись. И я вот сразу стал одним из лучших. И мне сразу поставили бороться. Я не знал ни одного приема. Я вообще ничего не знал. И я выиграл. С 1997 года по 2006 год Дмитрий занимал призовые места и выигрывал первенство в суперкубке и чемпионате России, Европы и мира под дзюдо и самбо. В 2003 году спортсмен окончил Российскую государственную академию физической культуры и спорта. Самым сложным в карьере спортсмена стал 2004 год. Именно в это время дзюдоист получил бронзовую медаль на Олимпийских играх в Афинах в категории до 81 килограмма. По ходу турнира атлет получил тяжелую травму руки, но проявив характер и мужество, отказался сниматься в турнирах. Самые тяжелые соревнования – это Олимпийские игры. Почему? Во-первых, реально в дзюдо всего один человек, трехкратный олимпийский чемпион, мужчина, Намура, да? И то он, то есть три года, то есть трехкратный олимпийский чемпион – это 8 лет период. И то он выстреливал и уходил в тень. Он, по-моему, два чемпионата мира, что ли, выиграл? То есть он выстреливал и уходил в тень, чтобы, ну, по пальцам пересчитать, там, двухкратных олимпийских чемпионов. Я к чему это говорю? Что реально в дзюдо, ну, тебе дано всего несколько лет быть на вершине. То есть, когда ты кладешь на Олимпийские игры, это реально надо понимать, что, ну, может быть, это один шанс жизни. Как, в принципе, и для многих других видов спорта. И поэтому любая ошибка, по сути, ты можешь перечеркнуть все, к чему стремился всю жизнь. Поэтому на Олимпиаде накал страстей вообще бешеный. В Олимпийской деревне воздух просто накален, напряжен. Мне кажется, хуже только на войне, наверное. Это очень сложный момент. То, что я хотел выиграть золотую олимпийскую медаль. И к этому всю жизнь шел, поэтому я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Жизнь после Олимпиады стала другой. К Дмитрию пришла мировая слава, узнаваемость на улице и все закрутилось. Интервью, съемки теле и радиопрограмм, телешоу, рекламных роликов. Но главная цель у спортсмена была одна – развить популярность дзюдо среди населения. Мною двигало желание сделать дзюдо интересным и популярным видом спорта. Для этого нужен человек узнаваемый, кроме Владимира Путина, главного дзюдоиста страны. Самый узнаваемый дзюдоист страны. Поэтому нужно, чтобы, я прекрасно понимаю, всем это говорю, что дзюдоисты должны быть в телевизоре. Иначе никак. И, собственно говоря, участвуя во всяких проектах, в телевизионных шоу и так далее, в первую очередь мной двигала популяризация дзюдо. На втором месте был собственный бренд, скажем так. И, ну, то есть, вот, поэтому я не отказывался, я работал над собой. И, конечно, жизнь стала совершенно другой. Ну, естественно, спорт не вечен, поэтому в 2006 году, когда уже, там, я завязался спортом, ну, спорт заканчивается, а шоу продолжается. И вот сегодня будет супершоу. Ребята остались в восторге от общения с мировой звездой спорта. Дмитрий Носов, легкий и открытый человек в общении, о своих титулах и регалиях вспоминает только тогда, когда выходит на ковер. После мастер-класса мальчишки и девчонки смогли взять автографы и сфотографироваться со своим кумиром. В продолжение спортивной темы. Фок Тэквондо в рамках фестиваля боевых искусств Тафиса прошел семинар по спортивной борьбе «Панкратион». В нем приняли участие иногородние, и местные спортсмены, а также спортивные функционеры этого вида единоборств из Москвы и Греции. К слову, иностранных гостей многое удивило в нашей области. В частности, то, что многие наши клубы работают под эгидой православной церкви. Самая древняя и самая зрелищная борьба. Так говорят о «Панкратионе» люди, продвигающие этот вид спорта. По древнегреческой легенде «Панкратион» изобрел сам Зевс, а первым олимпийским чемпионом по этому виду борьбы стал Геракл. В Ульянске, как и во всей России, «Панкратион» успешно развивается. В год проходит по несколько соревнований. Несколько ребят, в том числе и из клуба «Пересвет», уже в скором времени будут защищать честь региона на чемпионате России. Самое главное, чтобы о нас узнали в Ульяновске и Ульянской области, потому что существуем мы порядка шести лет официально, и не все представляют, что это такое. Даже сидим на совещании, а что такое «Панкратион». И самое интересное, что это спрашивают люди, которые имеют непосредственное отношение к единоборству. На семинар по этому виду единоборств пригласили почетных гостей, среди которых исполнительный секретарь Всемирного комитета «Панкратиона» Лазар Савидис из Греции и президент Федерации «Панкратиона России» Константин Климов. Иностранный гость был сильно удивлен, что один из представленных клубов работает при православном монастыре. Греция – родина «Панкратиона», и он очень популярен у нас. В России «Панкратион» также очень популярен. Что же касается вашего клуба, который работает при православном монастыре, то для меня это очень неожиданно. В Греции такого нет. То, что вы воспитываете подростков, объединив спорт и религию, я считаю, это очень круто. После показательных выступлений Лазар Савидиса Константин Климов устроили для ребят мастер-класс. Каждый старался удивить спортсменов новыми эффективными приемами. Греческий гость уделил внимание приемам самообороны. Особо всем понравились элементы «Панкратиона», которые часто использует греческая полиция. Многие служители закона этой страны тренируются по системе «Панкратиона». Константин Климов выразил надежду, что благодаря таким семинарам количество ребят, пришедших в спортивный зал, будет только увеличиваться. Будут заниматься и приведут еще своих друзей в секции «Панкратиона». Потому что для нас важно, чтобы в каждом городе, в каждом регионе как можно большее количество людей было охвачено «Панкратионом». Мы любим этот спорт, он нам нравится, и поэтому мы считаем, что среди единоборств он один из самых таких эффективных, самых зрелищных. Мы очень рады, что нас пригласили на этот первый всемирный фестиваль по боевым искусствам. И просто это новое веко для нашего клуба «Пересвет». И увидев и познакомиться с такими мастерами этого вида спорта, для нас это просто радость великая. После мастер-класса ребята смогли пообщаться с гостями и задать им свои вопросы. Гость из Греции просветил участников семинара об идеологии «Панкратиона». В частности, название самой борьбы переводится как «Властитель всего» или «Властитель вселенной». Также в «Панкратионе» свои знаки приветствия для соперника и судей. Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в регионе ожидается дождливая погода. Завтра температура удержится на уровне 14 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»